Привет всем, ребята! Мы уже приехали в Ирпень, сейчас поедем в Бучу, поедем еще в Гастомель. Я хочу, чтобы вы посмотрели, что эти гады сделали с городом. У меня за спиной вот эта знаменитая церковь. Именно в этой церкви расисты убили прямо перед ней. Вот тут убили семью целую. Тут мать, ребенок, отец. Прямо вот здесь снаряд прилетел, они пытались эвакуироваться из Ирпеня. Прямо по этой площади, возле памятника, они там бежали, и их тут прямо и убило. Очень многие дома разбиты. Если вы посмотрите магазин за моей спиной, вот видите, двухэтажный магазинчик, он там целого места на нем не осталось. Второй магазинчик вот у меня за спиной тоже разбит. По церкви тоже прилеты. Если посмотреть по стенке церкви, она вся в выбоиных от пуль. Дальше, универмаг Фора у меня за спиной, с другой стороны, полюбуйтесь, что они с ним сделали. Тоже сгорел. Вот, собственно говоря, вот это не успеешь заехать в Ирпень, вот не успели мы заехать. Буквально проехали 100 метров по Ирпеню и уже увидели русский мир. Так называемый русский мир, который принес бы это. Чтобы вы понимали, Ирпень это очень зажиточный город. Тут все всегда хорошо жили. Тут отлично люди жили. Всегда, всегда, кроме, кроме вот этого момента, вот этих вот двух жутких месяцев, когда здесь хозяйничал или когда здесь, скажем так, были прилеты и приветы от так называемого русского мира. Ну, можете себе теперь представить. Вот это вживую я вам показал, что они сделали, что они сделали с Ирпенем. Сейчас поедем в Бучу, поедем в Гастомель и посмотрим, что находится там и как это все выглядит. Но пока что, конечно, вот такая вот ситуация. Смотрите. Как говорится, русские, смотрите, вот это. 100 метров по городу проехали, даже искать не пришлось. Вот так вот. Продолжение следует...